Как быть продуктивным и выполнять множество задач в короткий срок? Ответом на этот вопрос является то, как мы управляемся нашим временем и составляем распорядок дня. Есть одна вещь, которую я начал применять, и она изменила всю игру. Одним словом ее можно назвать накопление. Некоторые задачи в нашей жизни мы копим, не задумываясь. Мы включаем посудомойку, когда она забита посудой. Поливаем все растения разом, стираем несколько вещей вместе. Только представьте, сколько бы это занимало времени, если бы мы разделили эти задачи на 100 других. Насколько бесполезно стирать каждую футболку отдельно сразу после носки. Но именно этим мы и занимаемся, когда дело доходит до других сфер жизни. И когда вы задумаетесь, где еще можно накопить свои задачи, вы поймете, насколько мощным инструментом это может стать. Планируя наперед и объединяя задачи, мы можем сэкономить столько времени, сфокусировавшись на том, что действительно важно, не бегая от задачи к задаче. К этому подходу я шел сам, методом проб и постоянных-постоянных ошибок, а также почитывая литературу по этой теме раньше. Но я заметил за собой, что я намеренно так планирую свои дни, чтобы собрать задачи и решить их всех разом. Словно я накапливаю силы, чтобы конкретно так бомбануть по делам и оставить немного времени для получения удовольствия от работы. Хочу дать вам парочку примеров того, как мне это помогло, начиная с электронной почты, заканчивая встречами, звонками, креативной частью моей работы. Так что погнали. Хочу начать с той сферы, в которой накопление задач вы вряд ли можете представить. Креатив. Я видеооператор, как вы могли понять по видео на этом канале. Но, думаю, большинство не представляет, сколько всего приходится делать, чтобы снимать эти видео, сколько времени это занимает, сколько всего я делаю на всех платформах. В социальных сетях, на почте, эксклюзивный контент на Патреоне и, конечно, видосики на Ютубе. Так что за неделю я делаю столько всего. Сейчас я нанял парочку людей, чтобы разгрузить себя немного. Но долгое время я сам всем этим занимался. И я продолжаю делать очень много работы сам. И я бы в жизни не смог произвести такой объем контента, если бы никогда не накапливал свои задачи. Каждую неделю я делаю рассылку электронного письма. Всякий раз, когда ко мне приходит идея, я записываю ее в телефон. Я не берусь писать письма полностью. И потом, когда эти идеи поднакопились, я сажусь и берусь превращать их в полноценные письма. Одно из них в среднем занимает около часа. Так что, потратив на это полдня, я могу написать на месяц вперед. И мне остается только поставить таймер на их рассылку в следующие 4 недели. И я свободен на одну проблему меньше. Так же и когда видео для канала готово. Мой монтажер или я беремся заниматься всей работой на платформах, делаем все описания и вставляем в график выхода роликов. Это несложно. Нужно только пользоваться одними редакторами, одними приложениями и прийти к одному стилю написания. Я не говорю, что мы превратили наш творческий процесс в какой-то там конвейер. Это совершенно не то, к чему я вас призываю. Я говорю о том, чтобы организовать ваш творческий процесс в какой-то понятной для вас среде, которую вы уже до этого использовали. Если вы помните, пару недель назад я брал интервью Стивена Котлера о потоке. И когда мы пришли к тому уровню осознанности, состоянию потока, наша креативность просто забила ключом. Десятилетнее исследование МакКинзи показало, что результативность растет на 500%, ровно как и состояние потока. Креативность растет на 400-700%. Также обучение в разных исследованиях по-разному, но по нашим данным растет на 230%. Есть что-то забавное в нашем мозге. Мы ужасны в том, что касается высокой эффективности. Ведь наше тело само знает, когда делать эту высокую эффективность. Так что другие сферы, в которых я начал накапливать задачи, это звонки, встречи, интервью. В те времена, когда я снимал подкасты на регулярной основе, я пришел к тому, что единственным приемлемым способом для меня является отснять 2-4 интервью за 1-2 дня. Я понял, что для интервью мне нужно другое состояние, отличающееся от того, в котором я нахожусь, когда монтирую. Поэтому мне было проще собрать все интервью на один период в моем графике. И сейчас, когда я снимаю за пару дней 4 подкаста, по сути, я выполняю задачу на весь месяц. То же самое относится к телефонным звонкам, встречам и другим социальным активностям. И на то есть важная причина. Все эти проявления требуют другой энергии, нежели мое состояние, когда я работаю наедине. Если бы мне приходилось постоянно метаться между социальными взаимодействиями и творческими процессами, меня бы это вымотало. Я бы не добился хороших результатов. Так что обычно я собираю все свои звонки и встречи на один день в неделю. Я знакомлюсь и общаюсь с другими творческими людьми в Лос-Анджелесе. Но вместо того, чтобы тратить время на дорогу до Лос-Анджелеса в разные дни, чтобы попить кофе или пообедать, я собираю все встречи на один день. Так я могу, не мешая работе, коннектиться с новыми классными ребятами. И, возможно, это странно. Я, наверное, один такой чудак. Но обычно мне нужно разминать свой мозг. Поэтому если я говорю с кем-то с утреца, еще даже кофейка не попив, то мой мозг вообще не варит, не кликает совсем. И дело не в кофе, я просто идиот. Так что когда я говорю с людьми с утреца, особенно после пробуждения, я не знаю, как двух слов связать. Но потом, когда мой мозг разминается, он такой типа, «О, ништяк, будем общаться!» Тогда мои взаимодействия проходят нормально. Я могу получить от них намного больше, и удовольствия они приносят побольше. Я, знаете, начинаю говорить по-человечески. Не как в этом видео. Я уже говорил об этом, но повторюсь. Электронная почта – это ловушка. Это самая отвлекающая штука в нашем компьютере, которая в течение дня все время затягивает тебя обратно. И каждый раз она съедает кучу времени. Но если относиться к электронной почте как к стирке, то это изменит весь ваш день. Заходя на почту один раз в день, мы решаем две проблемы. Во-первых, мы перестаем все время отвлекаться на новые письма, и не позволяем проблемам других людей становиться нашими. И во-вторых, когда мы заходим на почту, мы проходимся по ней быстренько. Вместо того, чтобы в очередной раз заглянуть, а потом еще, еще, еще целый день. Это просто раз. Один раз. Это может быть раз, если там есть что-то почитать. Но это не будет раз. Вы поняли, короче. Делая это, вы сохраняете фокус на проверке, написании, ответах и архивировании почты, вместо того, чтобы постоянно метаться между всем этим. Это не займет много времени. Полчаса-часа, и ты свободен, и приступаешь к своей работе. Многие люди понимают, что ваш ответ на их письмо придет только через 24, а то и 48 часов. Вы можете даже раз в неделю отвечать, если у вас подключена автоматическая функция. Просто дайте людям знать об этом. Конечно, когда дело касается партнеров или клиентов, с которыми вы тесно работаете, вы обязаны их предупредить, типа, «Чувак, я проверяю почту раз в день или раз в неделю». И в случае, если произойдет что-то срочное, попросите его, «Набери меня, если я буду срочно нужен». Все-таки я стараюсь больше фокусироваться на моей работе. И это то, что должно радовать большинство людей, особенно партнеров. Вы эффективны, продуктивны в течение дня и не отвлекаетесь на все эти письма. Я понимаю, что не все профессии требуют этого. Если вы личный помощник, то поселиться внутри электронной почты и есть ваша работа. Но для многих, кто смотрит это видео, это скорее их выбор. Так что накопление стало мощным инструментом, помогающим уделять больше времени моей работе и, как я уже говорил, делать много дел за короткий промежуток времени. Но это не значит, что накопление будет работать для всего. Для себя я понял, что есть какие-то задачи, которые занимают слишком много времени, и хочется побыстрее с ними распрощаться. Другие выпивают слишком много крови, и возвращаться к ним постоянно тоже неохота. Так что относительно твоей работы и продуктивности, стоит экспериментировать со всем этим и понять, что лучше для тебя. Буду рад увидеть в комментах, если кто-то из вас это уже применяет, или даже не задумывался, не называл накоплением. Или вы вдохновились и хотите попробовать. Буду рад узнать об этом, так что пишите в комментариях. Ну так что все. Спасибо, ребятки, за просмотр. Увидимся в следующем видео. Да что за тупая привычка. А сейчас время действовать и добиваться своих целей. Это тот знак, который ты так долго ждал. Хочешь три книги, которые сделают тебя миллионером? Тогда открывай описание ролика и подписывайся на телеграм-канал Книги на миллион прямо сейчас. Друзья, подписывайтесь на канал Крем-Арти ТВ, ставьте лайк, если понравилось это видео, и обязательно, обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых переводов. Субтитры сделал DimaTorzok